Сегодня страна отмечает 176-летие казахского мыслителя Абая Кунанбаева. В честь знаменательной даты в Алматы возложили цветы к подножью памятника великого поэта. Почтить память основоположника отечественной литературы пришли писатели и общественные деятели. В торжественной церемонии принял участие заместитель Акима города Ержан Бабакумаров. Из-за сложной эпидемиологической обстановки мероприятие прошло с малым количеством людей и при строгом соблюдении санитарных мер. Айдана Нураш продолжит тему. Его творчество изучают, о нем пишут книги, а его произведения переводят на многие языки мира и воплощают на сценах мировых театров. Философия Абая актуальна во все времена. О богатом духовном и творческом наследии великого мыслителя говорят люди разного поколения. Для каждого его назидания, его труды служат ориентиром на жизненном пути. Наш народ ориентируется на слова Абая. Из его слов, из его произведений питает те мысли, которые нужны для наших будущих поколений и для сегодняшнего дня. На произведениях Абая мы учились, учимся и будем учиться. Это великий человек, идеи которого, мысли которого вечны и будут ценные и востребованы всегда. Сегодня на площади, названного в честь Абая, собрались представители творческой интеллигенции. У подножия памятника казахского просветителя появились букеты красных роз, таких же ярких, как личность Абая. Это день, когда мы должны вспомнить о духовном наследии, которое нам оставил Абай. Я считаю это нашим общим долгом. Это поэт, который постиг глубину человеческой души. Его творчество отражает мир казахского народа. Он учит нас мыслить, думать о будущем, заботиться о народе, о друг друге. Через свое творчество Абай хотел изменить мышление своего народа. Философ говорил, все меняется, и это естественно. После суровой зимы всегда приходит яркая весна. После темной ночи наступает ясный день. И этими словами философ будто обращается к нам, чтобы и мы проявили терпение в эти сложные времена. Обычно здесь собирались дети и молодежь. Мы проводили вечера поэзии, но, к сожалению, из-за карантина пришлось все мероприятия отложить. Говоря о творчестве Абая, он поэт, который всегда будет в наших сердцах. Его стихи, его мысли прошли через многие испытания. Они победили время. Кроме представителей творческой интеллигенции, специально к памятнику великого поэта приехали жители других городов. Среди них и Гульжамал Даркенбаева. Женщина сочиняет стихи. Некоторые строки посвящены творчеству Абая. Через Абая Кнабаева познал весь мир. Во всех уголках земного шара есть на его имени улицы, города. Из-за сложной эпид-обстановки все мероприятия, приуроченные к этому знаменательному дню, проходят в онлайн-формате. В Алматы организовали концерты, конкурсы чтения стихов, творческие вечера и выставки. Всего больше 50 проектов, которые напомнят ценные мысли казахского философа. И вновь возвратят нас в истоки духовных ценностей, которые Абай так хотел привить своим соотечественникам. Айдана Нураш, Ескендар Тогуспаев, Медиат Саматулы, телеканал Алматы. Субтитры создавал DimaTorzok